Немножечко на вопросы отвечаю. Как правильно делать? Можно ли молиться за старшего родственника, который, возможно, готовится покинуть тело? Покинуть тело он или нет, не имеет значения. Если вы чувствуете, что тревога в сердце за него, значит, надо молиться. А если эта тревога такая, что вроде бы он должен оставить тело, значит, такая вероятность, что это точно есть. Может быть, он победит судьбу и останется жив, а может быть, нет, мы не знаем. Но молитва за родственника означает следующее. Попытайтесь это внимательно понять, о чем я сейчас скажу. Молитва всегда означает любовь. Любовь побеждает судьбу. Нужно настроиться на святость. Не на родственника, а на святость. Когда человек испытывает боль в сердце, его всегда тянет к источнику боли. Это приводит к поражению в жизни. Надо отвлечься от источника боли. Надо отвлечься от родственника, не думать о нем. Мы не контролируем ситуацию, ситуацию контролирует Бог. Мы уже связаны с Ним в своем сердце и уже отдаем им своему свою силу. Проблема не в том, что мы не отдаем силу и не думаем о нем, а проблема в том, что у нас не хватает сил. Для того, чтобы решить проблему, нужно сосредоточиться на святости и думать о святости. И служить святости, кланяясь ей, святому объекту. Повторяя имя святое, или повторяя молитву для удовлетворения святости, надо почувствовать гармонию, связь со святостью. Надо четче представлять ее в своей памяти, в своем сердце. Все это даст силы. Эти силы, которые приходят, сами уйдут к родственнику. Даже об этом не надо думать. Но если вы сомневаетесь, что они уйдут к родственнику, тогда просто скажите семье, это для моего родственника дело. Но если вы в молитве думаете о родственнике и печалитесь о нем, значит, это им не поможет. Это означает, что вы прикованы к источнику горя. Во время молитвы надо думать о святости и не печалиться, а еще больше думать о святости. В вашей внести будет приходить родственник. Вы должны убирать эти внести и думать о святости. Когда вы будете действовать таким образом, вы победите судьбу. Допустим, вы меня жалуетесь на что-то. Как я должен реагировать? Должен ли я тоже вместе с вами печалиться? Да. Такая плохая ситуация, это не плохо. Поверьте ли вы мне, если я буду вместе с вами плачать? Вера приходит, когда я остаюсь не тронутой, как я и так делаю с вами, я остаюсь не тронутой в ситуации. И, допустим, подходит, говорит Олег Геннадьевич, у меня тяжелая судьба, у меня одни долги. Что я должен сделать? Я должен убедить в человеке победу над долгами. Зачем не убедить долги? Не долги, и так есть. Надо убедить победу, и этот человек, который мне жаловался на долги, должен убедить в моих глазах проблес. Это означает, что я контактирую со святостью. Я не должен с долгами в это время контактировать, я должен контактировать с победой в это время. То есть, и так же молитва за родственника. Нам не надо думать о родственнике, нам надо думать о победе, думать о святости, о чистоте, о бойне. Когда человек так настраивается, он становится все сильнее и сильнее, победит над судьбой своего близкого родственника, потому что мы с ним некую незримую связаны. Помни, что с нами пожизненно связаны, и темезримую, и темезримую наши любимые. Понятно, да? Надо это знать просто. Ради высокой любви надо знать, что уже связаны, не надо об этом помнить и думать. Надо уже, надо знать, что это так. А молиться надо Богу. Некоторые просят у Бога родственники что-то. Пожалуйста, помоги ему, пожалуйста, помоги ему. Это неверующие люди так делают, потому что они думают, что Бог не видит, что ему плохо. Если он не видит, что это Бог, значит, он не Бог. Бог все видит, он все знает. Почему он не помогает? Потому что мы не прилагаем усилий. Помощь приходит тому, кто трудится. Нам не хватает энергии любви, поэтому он не страдает. Он не может сам себе достаточно помочь сейчас, потому что он страдает. Человек страданий теряет силы. Он приковывается к боли. И родственники для этого и связаны с ним, чтобы помочь человеку, который страдает. Не всегда мы можем спасти жизнь человеку. Но если мы молимся за человека, и он наполняется божественной силой, оставив это тело, он отправляется вверх, к счастью. А если мы не помогаем, он отправляется вниз, в страдания. Жизнь не заканчивается на этом деле. Нужно ли мне молиться за детей, за мужа, за родителей? Если в этих стенах, и все в порядке. Не нужно молиться за мужа, за детей, за родителей. Просто когда им плохо, вы о них вспоминаете. О них начинается память. Начинает включаться память. Даже если человек сам, ты ему злой, и скажешь, у тебя все хорошо, у тебя все хорошо. Но ты не думаешь. Это значит, что ему нужна помощь. Может быть, он сам еще не понимает об этом. И поэтому надо опять молиться. Начать больше молиться. Когда сердце успокаивается за близкого человека, значит, молиться можно закончить. Главное просто это память. Если вы помните о человеке, значит, вы ему помогаете. Но думать надо о Боге, о няне. Утопленник, утопленник и не спасает. Кто-то должен плыть вперед. Кто-то должен думать о Боге. Кто-то должен плыть вперед.